Девятого октября 1943 года последние немецкие части покинули Таманский плацдарм, переправились через Керченский пролив в Крым. Это была очень успешная эвакуация для немцев, и непонятно, как её позволили провести Красной Армии, особенно Черноморский флот. Тем не менее, с уходом немцев с Кубанского выступа закончилась битва за Северный Кавказ. Попытка Гитлера пробиться к бакинской нефти завершилась полным провалом. Чем занимается командование фронта, когда фронт выполнил свою задачу и подлежит расформированию? Пишет отчёты о боевых действиях, заполняет наградные листы и преувеличивает количество трофеев. Наградные листы как раз и подписывал начальник штаба Северного Кавказского фронта генерал-лейтенант Иван Ласкин, когда к нему вошёл начальник особого отдела фронта генерал-майор Белкин. Белкин предложил Ласкину заполнить наградные листы на него и сотрудников его особого отдела. Ласкин отказался, сказав, что особый отдел не находился в подчинении начальника штаба, и заполнять наградные листы, представлять особистов к наградам должен командующий Северо-Кавказским фронтом Иван Петров. «Ну ты же знаешь, что командующий фронтом нас не любит и награждать не будет», – сказал Белкин. «Пиши, пиши, мне орден Ленина». Ласкин категорически отказался. И на прощание, уходя, Белкин сказал ему, «Ты нас ещё запомнишь». О том, как герой обороны Севастополя в дни сражений за Сталинград начальник штаба 64-й армии генерал Иван Андреевич Ласкин запомнит начальника особого дела Белкина, мы расскажем в наших следующих сериях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Японское командование в начале октября приняло решение о постепенной эвакуации своих гарнизонов с Соломоновых островов. Американцы решили обойти хорошо укреплённый большой остров Каламбангара, отрезав его после захвата малого острова Велья-Лавелья от баз снабжения. Высадка австралийских и американских войск прошла успешно, но в болотистых джунглях Велья-Лавелья завязались упорные бои против японской пехоты. Адмирал Танако послал на малых судах в охранении четырёх эсминцев пополнение, но в морском бою американцы потопили шесть десантных судов и повредили два эсминца. На острове Каламбангара, отрезанным от своих баз, оказался японский гарнизон численностью в 10 тысяч человек. По ночам скрытно на моторных лодках японцы сумели эвакуировать около 9 тысяч солдат и офицеров. Соломоновые острова один за другим переходили под контроль Тихоокеанского флота США. На очереди были последние хорошо укреплённые острова – Буки, Бугенвиль и Шортленд. В октябре американская авиация нанесла сильные удары по японским аэродромам, а морские пехотинцы приготовились к высадке. 5 октября японский истребитель «Зеро» в пикирующем полёте ударил в палубу американского авианосца «Манила Бэй». Взорвался и серьёзно повредил корабль. Это ещё не был пилот из отряда «Камикадзе». Официальное формирование отряда японских пилотов-смертников состоится ровно через год. Но степень самопожертвования среди японских лётчиков была очень и очень высокой. 6 октября войска двух ударных советских армий 3-й и 4-й Калининского фронта, командующий генерал-полковник Ерёменко, начали наступление в направлении города Невеля. На следующий день в бой были введены танки, и, опасаясь окружения, немецкие войска оставили Невель. Очень важное ракадное шоссе «Великие Луки-Невель» полностью оказалось в руках Калининского фронта. Фронт продолжал наступление на белорусский город Витебск, но успеха не имел, натолкнувшись на плотную немецкую оборону. На Киевском направлении к началу октября наибольших успехов достиг Центральный фронт генерала армии Константина Рокоссовского. Его 13-я и 60-я армии генералов Пухова и Черняховского имели хорошие возможности для удара на Киев с севера. Но 5 октября Ставка передала эти армии в состав Воронежского фронта, неудачные атаки которого с Южного Букринского плацдарма стоили нашим войскам большой крови. 10 октября 38-я армия генерала Чебисова захватила очень важный лютишский плацдарм севернее Киева. Следует отметить, что на киевское направление к этому времени прибыли полностью оснащенные 3-я и 5-я гвардейские танковые армии генералов Павла Рыбалка и Павла Ротмистрова. К 9 октября 1943 года войска 17-й немецкой армии под командованием генерала Эрвина Густава Янека благополучно закончили эвакуацию из Кубанского предмостного укрепления в Крым. В ходе эвакуации, которая продолжалась 34 дня, Янеке эвакуировал из Кубанского предмостного укрепления около 230 тысяч немецких и румынских солдат, около 25 тысяч восточных добровольцев из граждан Советского Союза, а также более 70 тысяч лошадей, более 20 тысяч автомашин, более 1 800 орудий и минометов и другое военное снаряжение. Боевые корабли Советского Черноморского флота, которые базировались на Поти и Батуми, не могли помешать операции Кримхильда, как называлась эвакуация немецких румынских войск с Кубани, поскольку опасались активности немецких пикирующих бомбардировщиков. В ходе эвакуации немцы вновь сумели продемонстрировать незаурядное мастерство в ходе взаимодействия разных родов войск и в то же самое время всю порочность Верховного оперативного руководства Гитлера. По идее, 16 немецких и румынских дивизий, которые освободились с Кубани, требовалось немедленно перебросить в район между Мелитополем и Киевом для того, чтобы парировать определенную серию кризисов, которая возникла в ходе советского наступления осенью 43-го года и с которыми с трудом справлялся Манштейн. Однако Гитлер, вместо того, чтобы помочь этими силами Манштейну, большую часть сил 17-й немецкой армии вермахта запер в Крыму, а меньшую часть силы разбросал незначительными частями и подразделениями по всему южному крылу Восточного фронта. В Северной Атлантике в октябре фактически прекратил свои действия подводный флот Германии. Потери в предыдущие месяцы были столь велики, что немцы переместили часть своих подводных лодок в Южную Атлантику и в Индийский океан. Гроссадмирал Деннис уже ожидал спуска со стапелей новых субмарин 21-й серии и потому заявил в конце октября. В настоящее время главная задача состоит не в том, чтобы добиваться победы, а в том, чтобы сберечь подводные лодки и их экипажи. Пришло время усовершенствовать наше оружие и в техническом отношении опередить нашего врага. Трагедии продолжали преследовать подводников советского Балтийского флота. Командующий флотом адмирал Владимир Трибуц, несмотря на практическую невозможность форсирования противолодочного рубежа противника, продолжал посылать на верную смерть свои подводные лодки. Прежде чем в октябре ставка запретила впредь до особого распоряжения выход в боевые походы, погибли еще две подводные лодки. Именно в это время командиры-подводники на Балтике стали звать своего командующего убийцей. Правитель Испании Франциско Франко в октябре 1943 года уже определился в своих симпатиях. Франко уже не заявлял, что миллион испанцев стеной станет на защиту Берлина от наступающей Красной Армии. Но в беседах с тайными английскими эмиссарами в Мадриде Франко обращал их внимание на опасность большевизации Европы. В Испании, пережившей кровавую гражданскую войну, это хорошо понимали. В октябре на родину вернулась синяя 250-я испанская дивизия, воевавшая на Восточном фронте. Франко приказал эскадрилье испанских летчиков вернуться на родину, но пилоты отказались подчиниться его приказу и воевали на стороне Третьего рейха до самого мая 1945 года. Когда они с тяжелыми приключениями вернулись на родину, Франко приказал арестовать их. Таковы были реалии и перспективы, в том числе и для испанского диктатора. Правительство Испании объявило о переходе от статуса невоюющей страны к полному нейтралитету. В Москву прибыла американская военная миссия во главе с генералом Джоном Дином. Генерал Дин напишет в мемуарах. Каждый американец, получивший русский паек, должен был бы умереть с голода. 13 октября итальянское правительство маршала Бадолья объявило войну Германии. Япония подписала союзный договор с марионеточным китайским правительством Ван Зинвея. В 1943 году, по мере того, как менялась ситуация на фронтах противостояния сил антигитеровской коалиции и держав ОСИ, активизировали свои действия силы сопротивления в Греции. Неуклонно увеличивалась численность народно-освободительной армии Греции, которую обычно традиционно обозначают аббревиатурой ЭЛАС. Если в начале 1943 года в ее составе было порядка 6000 бойцов, то к осени 1943 эта цифра увеличилась вдвое. Но кроме ЭЛАС в Греции действовали и другие группы и группировки сопротивления. В частности, Национально-демократический союз ЭДЭС во главе с очень колоритной фигурой полковником Наполеоном Зервасом. До поры до времени эти разные группировки сопротивления действовали в известной мере сообща. Ярким примером подобного рода сотрудничества является блестяще проведенная в конце 1942 года операция Горго-Потамос, в результате которой был взорван стратегически важный мост на одноименной реке. В результате немцы в самый разгар боев в Северной Африке под Эль-Аля-Мейном на полтора месяца лишились возможности перебрасывать через Грецию войска и военное снаряжение Роммелю. Очень характерно то, что в этой операции Горго-Потамос принимали участие бойцы ИЭЛАС, ИЭДЭС, а также 12 британских командос. Летом 1943 года было даже заключено соглашение между разными группировками греческого сопротивления и британской военной миссией. Однако, очень скоро события показали, что центробежные силы все-таки превалируют. Начались разногласия, противоречия и, по сути дела, неприкрытая борьба. К этому нужно добавить также то, что в Каире находилось эмигрантское правительство Греции, которое имело свое видение того, как должна развиваться ситуация в Греции. Имелся еще и греческий король Георг II, которого поддерживали англичане, и у которого тоже было свое особое мнение по многим кардинальным вопросам, связанным с греческой ситуацией. Так или иначе, осенью 1943 года и без того непрочная, зыбкая коалиция сил сопротивления рассыпалась, словно карточный домик. И в октябре 1943 года вооруженные силы ЭЛАС и ЭДЭС начали боевые действия друг против друга. Греция оказалась на грани самой настоящей гражданской войны. Во второй половине октября Южный фронт под командованием генерал-полковника Федора Толбухина добился крупных успехов в районах нижнего течения Днепра. Войска фронта освободили Мелитополь, Запорожье, Днепропетровский, Днепродзержинск. 31 октября фронт Толбухина, уже под названием Четвертый Украинский, полностью блокировал 17-ю немецкую армию в Крыму. Гитлер объявил Крым крепостью и приказал оборонять его до последнего солдата. «Если имена будут названы неправильно, говорил китайский мудрец Конфуций, то слова не будут иметь оснований. Если слова не будут иметь оснований, дела не будут осуществляться и народ не будет знать, как себя вести». 20 октября советская ставка издала указ о переименовании фронтов. Центральный фронт стал называться белорусским, а четыре остальных – украинскими. Первым, вторым, третьим и четвертым. Конечно, тогда главной задачей было освобождение Украины и Белоруссии. Освобождение Украины уже происходило в ежедневных боях, а освобождение Белоруссии только начиналось и будет перенесено в основном на лето 44-го года. Но вот когда наши армии придут в Европу, то это переименование будет выглядеть для меня сомнительным. Дело в том, что в Будапешт и в Вену, в Берлин и в Белград придут войска и фронты, которые когда-то назывались Воронежским и Брянским, Западным, Центральным и Сталинградским. И они придут туда под совсем другими названиями, потому что офицеры и солдаты, которые от Дона, Волги и Терека будут форсировать Припять и Березину, Днепр и Днестр, будут освобождать Украину и Белоруссию, они воевали совсем в других фронтах. И переименование это для меня является каким-то уничижением России. Генерал-полковник Федор Иванович Толбухин, командующий 4-м Украинским фронтом, родился в 1894 году. Закончил Михайловское артиллерийское училище и военную академию имени Фрунзе. Участник гражданской войны. Зарекомендовал себя глубоко мыслящим, талантливым штабным работником. В начале войны начальник штаба Закавказского и Крымского фронтов по доносу представителя ставки Льва Мехлеса был снят с должности и не отдан под трибунал только благодаря заступничеству маршала Шапошникова. Затем Федор Толбухин успешно командовал 57-й армией в дни битвы за Сталинград. В дальнейшем, командуя фронтами, Толбухин показал себя одним из лучших советских полководцев. Во второй половине октября операция по освобождению Киева вступила в свою заключительную фазу. Главный успех приходился на долю 38-й армии, действовавшей с лютишского плацдарма «Севернее Киева». Именно эта армия, которой после генерала Николая Чибисова должен был командовать генерал с украинской фамилии Кирилл Москаленко, сумела расширить прорыв в глубину, в которой была введена 3-я гвардейская танковая армия Павла Рыбалка. 3-я гвардейская незаметно для противника совершила скрытный, решающий переход с Буклинского плацдарма на Лютежский, где у немцев не было возможности остановить советских танкистов. Этот умелый, скрытный переход танковой армии можно считать классическим примером военного искусства. Командующий группы армии «Юг» фельдмаршал Манштейн сообщил Гитлеру, что существует только два реальных варианта развития событий. Или для обороны Киева группа армии «Юг» получает две свежих танковых и четыре пехотных дивизии подкреплений, или необходимо срочно сдать Киев и выровнять линию фронта для упорной обороны. Гитлер не принял никакого решения, но настойчивость и самостоятельность фельдмаршала фюреру не понравились. 10 октября 1943 года в соответствии с приказом Гитлера началась отправка восточных войск вермахта, состоявших из граждан Советского Союза, с Восточного театра военных действий на Запад, на так называемый Западный Атлантический вал. В конце сентября, в начале октября 1943 года Гитлер и Цейцлер, узнавшие о нескольких случаях дезертирства из восточных войск, пришли в ярость и потребовали разоружить всех восточных добровольцев. Однако генерал восточных добровольческих войск, генерал-лейтенант Хельмих, категорически выступил против подобного решения. Он указал на то, что в германских вооруженных силах служат более 600 тысяч советских граждан. Разоружить их не представляется никакой возможности, в первую очередь потому, что заменить их просто будет неким, не только в боевых частях и подразделениях, но и особенно в сфере обслуживающего персонала. Цейцлер, когда услышал данные о шестисах тысячах ундерменшей, которые служат в германских вооруженных силах, вначале отказался этим цифрам верить. Однако Гельмих ехидно предложил Цейцлеру самому попытаться отобрать оружие у этих людей и их разоружить. В конце концов было найдено компромиссное решение. Было решено большую часть восточных войск отправить на так называемый Западный Атлантический вал, во Францию, а также в Италию, Данию и на Балканы. От имени генерала Власова, который мрачно коротал время заводкой и преферансом в своей Далемской ссылке на окраине Берлина, было состряпано открытое письмо восточным добровольцам, в которых якобы главнокомандующий несуществующий РУА мотивировал необходимость их отправки с Востока на Запад. На самом деле Власов этого письма не подписывал. Оно было подписано без него, но его об этой мелочи никто, естественно, из его германских покровителей и не спрашивал. К концу октября 1943 года на Запад было отправлено 34 восточных батальона, а к концу декабря 1943 года их число возросло до 84. 1 октября в Италии союзные войска освободили основательно разрушенный Ниаполь. После высадки американских и английских войск стало ясно, что итальянский театр военных действий не приспособлен для быстрых успехов. Германские войска под умелым командованием фельдмаршала Альберта Кессельвинга упорно оборонялись, наносили контрудары, имели заранее подготовленные оборонительные рубежи. Горный характер итальянского сапога нивелировал численное и техническое преимущество союзников. Авиация в горах также действовала не столь эффективно. Американские генералы пришли к выводу, что война в Италии всего лишь отвлекает их от главного фронта против нацистской Германии. Идея Черчилля, что после Италии союзники захватят Балканы и выйдут навстречу Красной Армии, не западнее, чем Бухарест и Будапешт, потерпела крах. Президент США Рузвельт стремился к личной встрече со Сталиным. Причем Рузвельт готов был пойти на это даже без участия Черчилля. Сталин ссылался на крайнюю занятость делами советских фронтов. В итоге переписки двух лидеров было решено организовать в октябре в Москве встречу министров иностранных дел. Среди важнейших решений, которые были осуществлены Московской конференцией 43-го года, выделим следующее. Ну, прежде всего, была сформирована Европейская консультационная комиссия резиденцией, местом дислокации которой был избран Лондон. Был создан консультативный совет по Италии, что характерно с участием советского представителя. Была утверждена ранее подписанная Рузвельтом, Черчиллем и Сталином декларация об ответственности нацистских преступников за совершаемые злодеяния. В этой декларации был пункт принципиально значимый, принципиально важный пункт о том, что нацистские преступники должны быть судимы и наказаны на территориях тех стран, где они творили свои злодеяния. Ну и, наконец, в последний день работы Московской конференции 30 октября 43-го года была подписана четырехсторонняя декларация с участием трех названных мировых держав, а также Китая. Декларация о совместных усилиях по борьбе против стран ОСИ. Справедливости ради нужно сказать о том, что были, разумеется, в ходе конференции и некоторые напряженные моменты, были вопросы, по которым не было достигнуто единодушия. Это, скажем, вопрос о том, кем и как должна управляться Франция после того, как она будет освобождена от германской оккупации. Это извечная, наболевшая, острейшая польская проблема. Но не эти вопросы были главными на конференции. В целом, без преувеличения, можно сказать о том, что Московская конференция стала важным этапом в деле межсоюзнического сотрудничества в годы Второй мировой войны. Рассматривая ситуацию с предстоящим освобождением Крыма Советская Ставка предложила командованию Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота командующий вице-адмирал Лев Владимирский подготовить десантную операцию на Керченский полуостров и захватить несколько плацдармов для будущего наступления. Черноморский флот не располагал десантными судами в нужном количестве. Войска не прошли необходимого обучения. Керченская-Эльтигенская десантная операция начиналась 31 октября в штормовую погоду. Перевозчик, водогоребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону, в сторону, домой. В октябре, после освобождения Смоленской области, на родной хутор Загорья приехал великий русский поэт Александр Твардовский. Александр Трифонович не был в родных местах с того дня 1925 года, когда он уехал из большой крестьянской семьи кузнеца Трифона Гордеевича Твардовского, которая через несколько лет будет выслана большевиками на вымирание на самый север Сибири. На пепелище родного хутора поэт испытал потрясение и записал в рабочей тетради. Не нашел ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза, могу представить себе весь до пятнышка с пятачок, и с которым связано все лучшее, что есть во мне. Поэтическая способность. Если так стерто и уничтожено все то, что отмечало, мое пребывание на земле, что как-то выражало меня, то я становлюсь вдруг свободен от чего-то и не нужен. Но потом подумалось, именно потому я должен жить и делать свое дело. На этом снимке Александр Твардовский снят на фоне пепелища родного дома. Подпись в свое время дополняла сожженного немецкими оккупантами. Увы, хутор Твардовских был сожжен односельчанами, пьяными борцами с кулачеством сразу после высылки семьи на радостях. Но была, пускай, не пета песня в памяти жива, были эти на край света завезенные слова «Перевозчик, водогоребщик, парень молодой, перевези меня на ту сторону, в сторону, домой». КОНЕЦ